Всем привет! Вы на канале Польза.нет и как всегда вход на телефон, на обзор телефона я пишу именно на этот смарт. Это Redmi 10 и в чем его особенность относительно других Xiaomi? Мало того, что он дешевый, так помимо этого в него еще запихали нормальный датчик приближения, у него есть мини-джек. Я бы сказал, что он неплохо ловит GPS, у него довольно неплохой Wi-Fi, пусть и не шестой версии, но стабильненький. И в принципе к телефону особых претензий нет, когда ты вспоминаешь о его стоимости. Основная камера на 50 мегапикселей, но логично, что это чистой воды маркетинг. Хотя опять же, когда вы увидите примеры фото и видео данного телефона, снятые на данный телефон, вы легко сможете определить, что то, что показывают в интернете про инженерные образцы и китайскую версию данного аппарата, очень сильно отличается от глобальной версии того, что я купил на Алишке и о чем сейчас рассказываю. Мне он обошелся в 500 раз, наверное, за ролик, вам вспомню, в 10600 рублей с бесплатной доставкой. Нас таких купило это телефоны много, я этому рад, мобила норм, смотрим обзор. 968 на ютюбе, в прозыгрыше море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянные 5 ми бэндов 6 серии разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Роликов обычно 7 в неделю, каждый день есть что посмотреть. Подписывайтесь с колоколом, а сегодня я расскажу вам о смартфоне Xiaomi Redmi 10. Полетели. На руках у меня глобальная версия, коробка из плотного картона, оформление минималистичное с небольшим количеством информации на русском языке. В комплект входит смартфон, блок питания на 22,5 ватт с привычной вилкой, кабель для зарядки USB Type-C, скрепка, защитная пленка, чехол неплохого качества и руководство пользователя тоже на русском. Запаха клея нет, но запах ацетона положили. Не могу сказать, что из этого приятнее. Летим дальше. Поставляется данный девайс в трех разных цветах корпуса. Белая галька, серо-углеродистый и морской синий. Размеры относительно средние составляют 161 мм на 75 мм и на 11 мм в ширину. Вместе с камерами и 9 мм без блока камер, вдруг вы решите его спилить. А весит устройство 181 грамм. Тыльная часть изготовлена из глянцевого пластика, который моментально пачкается и царапается. Рамки сделаны из матового пластика, не такого маркового, в отличие от тыльной части. По дизайну хотелось бы сказать, что градиент слишком выражен и нет переливаний игры света, как у подобного рода дизайна телефонов. Но то, что фотографии продавца и реальность разнятся, это факт. В руке без чехла держать удобно, из рук не выскальзывает. На корпусе расположена кнопка питания, в которую внедрен сканер отпечатков пальцев, качель регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C, микрофоны, динамики, два основных, один разговорный. Звучание здесь стерео и последнее непрорезиненный слот на две сим-карты и карту памяти. Звук вполне нормальный, хоть и не уровня флагманов. Кнопка блокировки без люфта, качель для регулировки громкости слегка люфтит. Есть разъем под миниджек и есть эко-порт. Смарт оснащен дисплеем на 6,5 дюймов, Full HD+, Dot Display, IPS-очка. С разрешением 2400 на 1080 точек. Плотность пикселей 440 dpi или 405 ppi. Покрыто все это дело стеклом Corning Gorilla Glass 3 версии. На солнце все видно в пределах нормы, глаза сильно напрягать не приходится. Хотя картинка достаточно блеклая в принципе. Частота обновления экрана 90 Гц. 10 димминга конечно же в наличии нет, здесь же шима нет, это же IPS. Автояркость работает прекрасно. Быстро адаптируется под смену освещения. Под разными углами тон картинки не бросает ни в какие оттенки. Мультитач разумеется есть и берет все 10 пальцев. Правда сначала он показывает только 7. На раз четвертый у меня получилось 10. Такой он не особо здесь фонтанно быстрый. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатка пальцев, внедренного в кнопку блокировки. Это гораздо удобнее чем кружок на задней панели, который у Redmi 9. Лично для меня. И также можно разблокировать с помощью распознавания лица. Сканер отпечатка пальцев работает через раз, но когда срабатывает распознает все быстро. Отпечаток одного и того же пальца добавить несколько раз можно. Распознавание лица срабатывает стабильно быстро. Также на экране расположена фронтальная камера немаленьких размеров. Находится она по центру и слегка мешает обзору на дисплей. Подбородок внизу экрана есть приличный. Также смартфон оснащен функцией Adaptive Sync. Обычно доступна только во флагманских телефонах. Она автоматически сопоставляет частоту обновления с частотой кадров контента. И предполагает более плавный результат. Это же позволяет сэкономить при расходе заряда батареи. При статичной картинке на экране будет выдаваться 45 Гц. При потоковом видео 60, а при прокрутке и в играх 90. Летим дальше. Процессор здесь Mediatek Helio G88 с техпроцессом 12 нанометров и 8 ядрами. Максимальная частота которого 2 ГГц. Графический процессор Mali G52. Интерфейс MIUI 12.5 на базе андроида 11. Оперативная память LPDDR4X доступна на выбор либо 4, либо 6 ГБ. Внутренняя память EMMC и на выбор 64 или 128 ГБ. И расширить ее SD-картой можно. За это спасибо. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi. Не поддерживает 5G-сети. Тест на Wi-Fi прошел с хорошими результатами. Сеть мобильную ловит отлично. Бенда 7 и 20 есть. Звучание при звонках адекватное. Вибро очень слабо. Из настроек только отклик на касание. Bluetooth версии 5.1. NFC есть и Google Pay встает без проблем. GPS-тест на холодную показывает точность 1 метр. Емкость аккумулятора 5000 мАч в PC марке выдал 7 часов 7 минут. И осталось еще 20%. Тест я проводил при 90 Гц на максимальной яркости. Заряжается с нуля до сотки от родного адаптера питания за 2 часа 50 минут. Это достаточно много, как вы понимаете. Смарт поддерживает быструю зарядку, но только на 18 Вт. Хватит его для просмотра видео через Wi-Fi на часов 12. В тяжелых играх за 30 минут съедает 10%. Тот же Genshin Impact будет поедать 20% в час. Поэтому хватит его на часов 5 игры. И это хороший результат. Бесправной зарядки, разумеется, нет. Троттлинг-тест прошел и показывал следующие результаты. 89 гипсов минимально. Максимально 150 гипсов. И в среднем 123 гипса на 100 головках при 30 минутах. 3DMark показал Wild Life 721. Wild Life Extreme 185. Wild Life Stress Test 724. Слинкшот экстрим 1392. И Слинкшот 1842. Данный Antutu не фонтан. Выдал он результат 173 тысячи попугаев. Storage Test показал 14900. На холодную стресс-тест прошел не идеально. Результаты вы видите на экране. В Shadowgun Legends на максимальных настройках играть не совсем комфортно. Мешают фризы, в среднем выходит 26 фпс. И нагревается он до 43 градусов. В Genshing Impact на максимальной графике при 30 кадрах в секунду получается около 10 фпс. Это очень плохо. Ну вообще в принципе неиграбельно Genshing здесь. На минимальных настройках играть уже приятнее. Показатели вырастают до 12-17 фпс. И греется он до 45-47 градусов. В PUBG играть комфортно на высокой графике с высокой частотой кадров. В тяжелых играх сильно не разбежишься, яркость не понижает, но без лагов никуда. Плюс через минут 15 начинает люто греться. Основной блок камер с тыльной части состоит из 4 камер. Основная на 50 мегапикселей. Ширик на 8, макро на 2 мегапикселей. И датчик глубины на 2 мегапикселя. Как любят Xiaomi, правильно эти крупные цифры 50 мегапикселей. Запись видео доступна в максимальном разрешении 1080p 30 фпс. Фронталка тут только 8 мегапикселей. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 фпс. Да, фронталка и основная камера снимают в одном разрешении. С фронталкой все печальное, конечно. Короткие примеры вы сейчас увидите. Redmi 10 и это глобалка. Если вы не понимаете, то все, кто вам делали обзоры не на глобалке, на китайские версии, это люди получили инженерные образцы. Обычно у них прошивка уже 12.5.4, 12.5.5. По факту на глобалке, которую я купил за 10600 рублей, о чем я 30 раз вспомню в ролике, стоит версия прошивки 12.5.2. И здесь, как вы видите, нет роллинг-шатра. Здесь в помещении даже с искусственным освещением, даже ужасная практически у всех фронталка работает, ничего, потому что мы что помним? Помним цену этого девайса. И меня не интересует, за сколько кто берет ее в Зимбабве или Российской Федерации. На данный момент аппарат даже снимает для своей цены неплохо. Пример съемки фронталки в помещении с искусственным светом. И логично, что фронталка не супер. При том, что, как вы видите, идет переход от дневного света к искусственному. И я бы не сказал, что она ужасна. При том, что даже стабилизация, даже микрофоны и все остальное в глобальной версии данного смартфона, который продавался на Алишке, в принципе, меня устраивает. Говорю, опять же, относительно его стоимости. Улица, вечер, освещение прямо супер. Но сзади, как вы видите, кстати, не такое мыло. Это учитывая, что фронталка. Что мы делаем? Мы тестируем фронтальную камеру у Redmi 10. Это чуть ли не самый дешевый телефон от Xiaomi. Но он не является прям супер бюджетником, потому что 4 гектара оператива в нем все-таки есть. Плюс, логично, что туда можно SD-карточки запихивать, еще две физические симки. Но об этом вы и так уже не раз услышите в ролике. А сейчас мы пытаемся все-таки оценить, стоит ли фронталка своих денег или нет. По-моему, стоит. 1080p 30fps. Какая-то цифровая стабилизация здесь, конечно, на основной камере есть. Но я бы не сказал, что она супер. Сейчас буду снимать с двух рук. Сейчас двигаюсь довольно плавно. Если остановиться и попытаться поснимать, ну, не все печально. Смотрим, какой здесь Maximum X. Мыло. Но X6, да, лютое мыло. Стандартно. Ничего относительно других телефонов не поменялось. Могло быть хуже, могло быть лучше. Снимаю сейчас с одной руки. Если вы хотите ожидать чего-то от стоимости до, наверное, сотен трех баксов, я бы не стал. Потому что, несмотря ни на что, и вопреки всему, проц решает, а проц здесь не супер. И GKM здесь вряд ли что-то вывезет. Но, с другой стороны, для каких-то для домашних задач пойдет. Минусы. Маленькое разрешение съемки. Быстрая зарядка только на 18 ватт. Сильно греется при сильных нагрузках. Мало памяти и слабенький проц. Цена его в районе 180 долларов минимальной комплектации. По ссылке в описании к видео. Хороших отзывов на Али достаточно. Только с одного лота продали больше 21 тысячи экземпляров данного аппарата. Есть ли промокода? Посмотрите в моем телеграм-канале также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. К слову, у Xiaomi начнется сейл 23 на особые модели телефонов. Опять же, смотрите в телеге, плюс там будет еще и планшет. А 26 будет общий сейл на Али, притом достаточно выгодный. Резюмирую, смарт в целом неплохой. Все самые минимальные необходимые функции на борту, и все они рабочие. Поэтому свой ценник он оправдывает. Сравнивать новейшими флагманами среднего сегмента и выше смысла нет. Но однозначно, если вы любитель тяжелых игр, сможете поиграть с удовольствием только на минимальных настройках. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.